Здравствуйте! Россия и Германия, немецкая культура и русская культура. Ну, взаимоотношения немецкого и русского народа, кровавое такое взаимоотношение. Вот так я вот попытался поставить вопрос двум нашим российским, советским, всё мне хочется сказать, германистам. Журналистам-международникам Владимир Фёдорович Лапский, СОПКОР-известий в Германии, восточной и западной, и в западном Берлине. И Кубеев Михаил Николаевич, СОПКОР-агентство печати новости. То же самое, так сказать, там же, да? И вы ещё и служили там в Советской Армии. Абсолютно, служил в солдатом группе советских войск в Германии. Вот вообще-то говоря, я могу о немцах много хорошего сказать. Ну, во-первых, так вот глядя назад в историю, что ни возьмись, изобрели немцы, да? Что ни возьмись, какой-нибудь завод старый построили, так сказать, немцы у нас, да? Если уж не настоящие немцы из Германии, то хотя бы прибалтийские немцы. Отметились в нашей русской истории положительными какими-то делами. И в армии служили там, и всё такое делали. Но тем не менее, как-то вот у нас с ними не всё хорошо как-то получилось, да? В 20 веке. Вот эта вот война, и говорят, не ограничилась это только тем, что у них там был бесноватый фюрер, а у нас усатый Сталин, что у них там вот конфликт не только идеологический был, но и на таком вот, как сказать, на бытовом уровне почему-то. Это нехорошо говорится, это бытовой уровень как-то слишком уж приземлённый. Он же конфликт получился кровавый. С обоих сторон мы ведь друг друга ненавидели. Знаете, если посмотреть на историю Средневековья, вот и была такая династия великих моголов, вспомнить их, то одним из, я бы сказал, решающим мирным фактором были браки. Браки. Когда король выдавал своего принца за какую-то принцессу другой страны. Но в этом отношении-то у нас сплошь и рядом все наши цари-то были женаты на немецкие принцессы. Не надо было в 1917 году ломать эту систему. Ох, как вы далеко зашли-то. Но там много других проблем было, которые царский режим, царский режим, я вот так вот по-советски сказал, не мог бы решить в принципе. Не получалось, но не решалось. Но, знаете, Европа жила династиями, жила абсолютно династиями. Династиями, династические браки, они помогали. Почему не воевали? Ну, были война столетняя, да, между Англией и Францией. И до сих пор французы, как-то англичан, не очень. Ну, эта война была, вы знаете, я бы сказал, это была стычки, так, определенно, периодически возникавшие и исчезавшие. Такая война. Но ведь в одном и в другом государстве находились правители, то французы, то англичане, даже Жанна Дарк, кто правил тогда во Франции англичане. И наоборот, французы сидели в Англии, даже французская Изабелла, королева, стала королевой Шотландии. У нас это тоже должно быть теснее. И вот этого не произошло. Вот этих династических браков не было. Вот в 17-м году это все сломано было абсолютно. Была, произошла изоляция. Сталин добавил, поставили железный, вообще занавес. И только вот из-за этой изоляции у нас получились такие кратки. Ну, это идеология была. Такая кровавая война у нас случилась как-то с ними. Но была же жесточайшая идеология. Потом, ну, вспомните идеологию Гитлера. Что такое был советский человек. Это был недочеловек. Недочеловек. Это абсолютно. Как это называется? Унтерменшен? Унтерменшен. Если посмотреть, какие были открытки, плакаты, изображавшие вот этого советского человека. Бородатого, небритого, грязного. Это вот обратный был случай, когда... Это прям я. Бородатый, небритый и воду только включили вчера у меня. Когда Эренбург говорил, убей немца, то примерно то же самое убей русского. То есть ты убьешь того... И замечательное стихотворение Константина Симонова было, которое читалось им. В концертах, вплоть до самого конца, до самой смерти. Если ты его не убьешь, то никто его не убьет. Вот и все такое. Вы знаете, вот был такой русский писатель Тургенев, который большую часть своей жизни провел во Франции, поскольку любил Полину Виардо. Вот он знал разницу между русским и немцем. Он ей четко записал в свои дневника. Он говорит, вот немецу, если увидит, что у него забор сломается, он возьмет его и починит. А русский увидит, что забор сломается, он будет всем рассказывать. Потом былины появятся. Песня, как забор ломали, а потом хором поднимали и поднять не смогли. Понимаете, вот характер немца очень конкретный, очень предметный. У нас сейчас тоже такие предметные люди появились. Появляются, да. А это в общей массе 80 миллионов послушных немцев одним взмахом руки. В добавление, потому что сказал Михаил, я почему-то вспомнил повесть Лескова «Железная воля». Там сюжет таков, значит, в Россию, чтобы заработать, а главное утвердить себя и утвердить свою волю, приезжает немец Гуго Карлович Пекторалес. И он здесь как инородное тело. Пытается Лесков над ним иронизировать, но с позиции такого русского мужика пишет, что вот немец, он из кровати без долота не упадет. При нем должен обязательно инструмент быть. Вот, но это отношение, так сказать, вот русских мужиков, которые себе очень смутно представляли Германию, хотя вот на таком царском уровне, начиная с Петра, уже начали устанавливаться более тесные связи. Я хотел бы, в общем, сказать, и надо сказать, что мы всегда искренне хотели быть похожи на Германию, чтобы порядок у нас был, чтобы чисто был. Я еще один несу такой диссонанс в эту благостную вот нашу с вами ситуацию. А диссонанс заключается в том, что все-таки не забывать надо о религии. А кто такие были немцы и вообще вся Европа? Это были католики и протестанты. Кто такие были русские? Это были ортодоксы. Мы их называем православные, на западе нас называют ортодоксальные христиане. Да. Что такое ортодокс? Это против течения, против того движения, которое идет в весь христианский мир. Весь христианский мир. И это было отделение, извините меня. Когда дрались за то, чтобы Россия стала, приняла христианство, то мы обратились к Византии, к грекам и взяли религию не Рима. Ну, что вполне естественно из географии было. Я все-таки хотел бы вернуться к более близкому, к XIX веку. Таких шараханий в наших отношениях с немцами никогда не было до этого. Начало века. Жена русского императора немка. Самое начало века у нас отношения безупречные. Начинается подготовка к Второй мировой войне, которая нам совершенно... Первой мировой. Первое, я прошу прощения, совершенно не нужна была. И если бы, скажем, эти вот псевдореволюционеры не убили Столыпина, она бы и не началась, потому что Столыпин был категорически против этой войны. Как закончилась война, мы знаем. Революция в России и революция в Германии 18-18 года. Но интересная деталь. Владимир, можно есть смысл напомнить, что в 1919 году в Баварии была создана Баварская... Это чуть позже. Да, Советская Республика. Это чуть позже. Позже. Да-да, откуда ветер дул с Востока? Я хочу вспомнить одну интереснейшую деталь, малоизвестную. Это поздней осенью, или уже в декабре 18-го года, после победы Ноябрьской революции в Германии, когда там был голод, Ленин называл его гениально организованный голод, то есть распределение было безупречным, но все голодали. Из России, где был еще более страшный голод и разруха, пришел эшелон с зерном. Но немцы отказались его принять и отправили обратно в Петербург. Так вот, потом наши отношения начинают налаживаться. И где-то вот к 30-м годам, когда еще действовало Версальское соглашение, у нас тайно, как-то в стороне, от посторонних глаз отношения начинают улучшаться и улучшаться. Мало кто знает, что вот в 1932 году мы наладили военное сотрудничество с Германией тайком от своих, ну я имею в виду, от бывших союзников Антанты. И будущих. И будущих, да. И, скажем, факт, который я упоминаю в этой книге. В 1932 году приезжает в Германию человек по фамилии Иванов. Ничего не значащий. Распространенная фамилия, да. И потом оказывается, ну гораздо позже, уже после войны, что под этой фамилией, значит, в Германию приехал Тухачевский. Потом, значит, мы приглашали немецких военных к себе на учебу и стажировку. Кстати, у нас вот учился Геринг, будущий, значит, министр авиации. Ну, не только Геринг, и Гудериан, и многие другие. В Казани, по-моему, начался. В Казани танковое училище. По сути дела, грубо нарушалось это Версальское соглашение. Что было дальше, мы знаем. После войны одни немцы западные были для нас злейшими врагами и нашим постоянным потенциальным противником. Гадырцы были верными друзьями, братьями и так далее. Вот, простите, секундочку, вы сразу переступили через всю войну. Я вот помню такой эпизод из истории, да, Гитлер, Гитлер, он еще не был вот тем Гитлером, которого мы знаем по кинохронике, он приехал из Баварии в Берлин. А в Берлине, по-моему, Гауляйтер у них назывался, да, был этот самый, будущий министр пропаганды, как его? Геббельс. Да, был так. Вот, он был там, и вот Геббельс был уверен, что в будущей войне союзником Германии будет Россия. А Гитлер быстрому объяснил, что в будущей войне надо ориентироваться на союз с Англией, а отнюдь не с Россией. Ну, насчет войны с Англией... Потому что он преклонялся перед англичанами вообще, так говоря, Гитлер. Ну, с одной стороны, с одной стороны, был самый страшный враг, это потом Англия. Ну, самый страшный, непримиримый оказался с Англией. Абсолютно, и полный. Я хочу вернуться вот, о чем говорил Владимир, это вот 29-30-е годы. Мне довелось снимать фильм с немцами о тех самых тайных соглашениях, которые были подписаны в Москве и в Берлине. И у нас здесь, под Липецком, был специальный аэродром, где обучались немецкие асы. Это было выделенное поле, это были выделенные дома, построенные специально для немецких летчиков. Были списки этих летчиков и прочее, прочее. Мы с немцами, вот уже сегодня, когда мы снимали, ну, не так уж давно, где-то 8 или 5 или 7 лет назад, делали специальный фильм, немецкие асы создавались здесь, в СССР. Вот там их наши летчики учили. Но ведь в чем была беда наша? Они не только учили, они совершали учебные полеты. И эти летчики очень умело наносили на карту о том, что они видели внизу. Понимаете, они прекрасно ориентировались. Потом создавались карты вот этих районов. Гудериан, он не только, как Гудериан находился, мы там показывали, даже были в Казанском танком училище, там сохранился домик, его до сих пор красят. Домик Гудериана, да? Гудериана, вот так называется музейная редкость, домик Гудериана, его красят до сих пор. Вы представляете, танковое училище. А везли вот сюда технику немецкую, немецкие танки, их собирали здесь, проверяли, испытывали. Под видом тракторов, изделий трактора вот через Питерский порт и затем по железной дороге. Это были тракторы. Ну, надо сказать, что этот, как сказать-то, альянс, он был выгоден в техническом отношении обеим сторонам. Обеим, абсолютно. Советский Союз не был под этими запретами и верстальских соглашений. А с другой стороны, у нас туго обстояло дело с высокотехнологичными изделиями, каковыми в то время являлись авиационные, например, моторы, ну и многие другие вещи. Я вам скажу другое. Все, кто учились, все проходили под списком. И все, кто обслуживали, это были люди, взятые из ВЧК КГБ. Но тогда было не КГБ, а тогда у нас было НКВД. ВЧК, да, НКВД. ВЧК, НКВД. Все абсолютно. Это было выгодно, конечно. Мы тоже создавали свою картотеку, и там поименно были все, вплоть до известного Геринга. Но кого-нибудь из них, наверное, у нас сумели в нашу веру обратить? Завербовали? Не думаю. Не думаю. У немцев они были отделены целиком от нас. Все у них было немецкое. Они пили немецкое пиво, им привозили немецкую пищу. Они одевались в немецкой одежде. С русскими они не общались, кроме обслужившего персонала аэропорта. И были свои магазины. Это была закрытая зона. Абсолютно, да. Потому что это, если бы кто-то узнал... То есть как во времена группа советская, так сказать, войска Германии, закрытые военные городки. То же самое. То же самое. Это было все в секре... Это было софт-секретно. Потому что это проходило все на высшем уровне. Это решалось только там, где был Молтов, Литвин. Там был Литвинов, Сталин и вот эти люди. И, ну, наркомы наши. Это какие годы? 29, 28, 29. 28, 29. Это еще Гитлера это не было, международно? Нет, нет, еще только он там... Это как называлось, так сказать, Веймарская республика? Веймарская республика. Да, да. Он еще ходил и рисовал. Нет, уже, наверное, не рисовал. Делал зарисовки Мюнхена. Был художником он хотел. Нет, я скажу, вот надо бы затронуть как-то, если хотите, провести специальный разговор о Гитлере. Все-таки личность, я вам скажу, очень неоднозначная. Очень неоднозначная. И, мне кажется, чем дальше от этих событий, тем интерес к нему. Потому что она не раскрыта. У нас еще толком. Но, по-моему, в Германии как-то вот разговоры о Гитлере как о неоднозначной личности там не поощряются, по-моему. Совершенно с вами согласен. Потому что это больное. Это вот мы, например, можем свободно говорить о Сталине там и похвалить, и пожурить, да? Правильно. А вот у них по Гитлеру только отрицательно. Пришло же извинение в России. Нынешние немцы, это не те немцы, которых вот помнят старшие поколения по войне. Это другие немцы. В отличие, скажем, от России, в Германии запрещена пропаганда нацистских идей. Запрещена нацистская символика. Неонацистов преследуют. И многих бросают в тюрьмы за то, что только они вот проповедуют эту нацистскую националистическую идею. Бросают в тюрьмы, так видите. Почти как революционер. Мне хотелось бы рассказать об одном интереснейшем явлении. Касающемся русско-германских отношений. Мы с Михаилом в Берлине жили в районе Карлсхорст. Очень неплохо жили. Это на востоке Берлина. Там до войны в основном проживали офицеры Люфтваффе. Потом, значит, туда ввели нашу бригаду. Потом, значит, эта бригада, значит, как капусту, как качан капусты, обросла вот со всех сторон. Там листьями, всевозможными службами. Инфраструктура это сейчас называется. Да. Там и механические мастерские, и военторговские магазины, и парикмахерские больницы, и школы. И, в общем, там население примерно пополам делилось между русским и немецким. И за долгие годы проживания, совместного проживания, уже появился даже особый язык общения русско-немецкий. Объявления там вывешивались. Там было написано половина по-русски, половина по-немецки. Как сегодня на Кипре? Я вспоминаю, как на стене известенского корпункта, значит, кто-то написал напылителям «Галя плюс Гюнтер – любовь». Вот даже до таких вот трогательных моментов доходило дело, и там не было никаких конфликтов между русскими и немцами. И часто вот на одной и той же лестничной площадке жили и русские, и немцы. Это было такое нормальное совместное проживание. Ну, а тут не было, так сказать, роль идеологической пропаганды, немцы дисциплинированным, сказал? Порторк или не знаю, кто у них там. Видите ли, уже тут пропаганда... Что надо дружить с русскими товарищами. Пропаганда уже не играла особой роли. Тут уже на первое место вышел быт. Быт. Да, все садились вместе в каком-нибудь пивном кабачке за один стол. Да, то есть разговаривали. Потом нас очень часто вывозили немцы, они поддерживали наши взаимоотношения дружеские. Это выезд на кабана. Они устраивали охоту, знали, были специальные егеря, отводили участки. Куда выезжали на охоту? Приглашали советских журналистов. Это, собственно, была не охота. Это был, я бы сказал, отстрел. Потому что у них специальные были угодья, ходили егеря. И они знали, какие животные, ну, так сказать, уже не представляют собой интереса. Их надо, говорится, уничтожить. Я не скажу, убить, уничтожить. Они ставили вышки. На этих вышках они наблюдали. И когда приезжала наша команда журналистка, Владимир, по-моему, один из ярых охотников на эту тему, скажет, я ездил с ними. Вот. И залез с этим егерем. Значит, задача была егеря отыскать в бинокль вот эту, так сказать, косулю. Моя задача была в нее попасть. Да, но это было не так часто, кстати, эти выезды. Но гораздо чаще были, вот, скажем, вечера дружбы между немцами и русскими в Консхорсте. Были совместные субботники. Мы работали вместе на одних и тех же субботниках, убирали территорию Консхорста. Мы пользовались одними и теми же магазинами и военторговскими нашими, и немецкими. В общем, понимаете, это стало обычной формой проживания. Но, когда началось объединение, отношение к нам начало меняться. И появились совершенно неожиданно, появились, особенно вот у нас там в районе, рядом с Консхорстом, в районе Лихтенберг, появились нелонацисты. Откуда? Оттуда? Нет. С запада? Нет, нет. И оттуда тоже? Или свои, восточные? Нет, оттуда, да. Но наши восточные были куда злее и агрессивнее. И я попытался понять, откуда они взялись. И объяснил это тем, что много лет, много лет сознание ГДРовцев было раздвоено и подавлено. И вот эти вот национальные чувства вдруг выплеснулись. Интересная, на мой взгляд, деталь, что ГДРовцы, они в большей степени в моих глазах немцы, чем западные. По разным параметрам, скажем, язык. Восточные немцы впитали, но в ограниченном количестве, какие-то там русские слова, выражения. Советские, советизмы, советизмы. Ну, это русские слова были. Ну, там типа там солянка, привет, сто грамм, начальник. И за дружбу. Дружба. Я вот сюда вниз, Володя, за арочку одну. Константин Симонов, который часто приезжал в ГДР, и всегда застолье было, естественно. Он вставал, я был сам свидетелем, я говорил, ребята, когда я слышу слово дружба, я автоматически ищу стакан с водкой, чтобы выпить. А Шнапс, кстати говоря, на водку похож? Ну, чуть послабее, 38. Ну, то есть то же самое. Да, почти то же самое, помягче. У них корн, Шнапс это вообще, а вот корн это зерновая водочка. Так, я с Вашего разрешения продолжу мысль, почему, значит, восточные немцы остались более немцами, чем западные. Ну, язык это одно. Традиции, они сохранили прусские традиции. Они считали, что гитлеровский период это нарушение прусских традиций, это отход от них. Уход куда-то в сторону. Восточные немцы в большей степени сохраняли этот прусский дух в обычаях, в традициях. Скажем, вот эти кабачки берлинские, они имитировали пивные тех вот кайзеровских времен. Или времен... Доброе старое время. Или времен, времен даже Вермаркской республики. А, Вермаркской республики. Вот, сохранились в восточном велении эти старые громоздкие, тяжелые, подавляющие серые здания прусской администрации. Восточная, восточно-германская бюрократия была совсем не такой, как западная. Если, или как наши, скажем, я любил ее с нашей сравнивать, у наших бюрократов всегда можно найти какой-то вот лаз, проход, иногда очень строгий. Взятка, взятка. Взятка. У этих все очень строго. Понятно, что это без технику, без технику. Они тебе всегда смотрят прямо вот в зрачки. Или витамин В. И очень долго тебя обслуживают. Но не вздумай только вот им предложить деньги, взятку. Этого они не поймут и взорвутся. Вот, и, кстати... На подарок бутылка водки и баночка икры. Эту немецкую, прусскую бюрократию описал Генрихман в романе «Учитель Гнус». Да, там вот прямо вот вся эта градация бюрократическая. Но это хорошо или плохо? Она сохранилась... Это нечто, работающее как механизм отложенного. Вы знаете, наверное, это хорошо. Наверное, это хорошо. Но сохранилась прусская традиция в ГДРовской армии. Меня в дрожь бросало, когда я видел эти парады на бывшей Сталин-аллее. Потом это называлось Франкфурт-эр-аллее. Там проходили все парады. Этот гусиный шаг. Это вымеренный до миллиметра вот эта походка. А форма серо-зеленая. И форма. В общем, я говорю, что это были в большей степени... В историческом смысле немцы. Это древесные лягушки, как у нас называют. Чем-чем западные. И слияние их проходило очень долго, годами и очень мучительно. Потому что это встретились вроде одни и те же люди. Люди одной и той же нации. У немцев на Востоке было... Там население было около 17 миллионов человек. Было 18 миллионов родственников. В Западной Германии, в Западном Берлине. Можете себе представить. Но они встречались не как родные люди. Они встречались как чужие. Они нащупывали друг другу разные подходы. Не, ну здесь надо вспомнить о том, что это были как бы 17 миллионов обиженных. Потому что те были сытые, зажиточные, обеспеченные. А эти сидели, только смотрели канал. Западный, где там разъезжают на западных машинках. А это садится в свой маленький трабан и не может выехать. Да, Миша прав. Вы знаете... Это, конечно, было... На всей территории ГДР можно было принимать три западные программы. И радио. Ну, радио, само собой. И одну американскую, которой, значит, вели ретрансляцию из Западного Берлина. Вся пропаганда была на лицо. Вся эта вот жизнь, такой вот простыней перед ним проходила. Западная жизнь. Обидно. Их, конечно, это очень обижало. С одной стороны... Это ущемляло национальную достоинство, горлость. Их очень давила идеология, их давила штази. С другой стороны, они видели, как живут другие немцы. Штази – это тамошняя контрразведка, да? Штази, Зичерхайт, государственная безопасность. Это Министерство госбезопасности. Туда входила и внешняя разведка, и контрразведка безопасность, так называемая. Руководил, кстати, небезызвестный Мелька. Его, по-моему, в свободный Германии под суд отдали, да? Да, его осудили, и он конец жизни закончил в тюрьме. Вот, так что вот... У нас полторы минуты есть еще. Можно я один момент несу? Чуть в сторону отведу. Успею. Был такой изобретатель. Граф Цепелин. Да. Это потрясающая была личность. Уникальная. У нас мало кто-то об этом знает. Ну вот, изобрел дирижабль. Этот человек был настолько увлечен этим дирижаблем. Он создал этот летающий, ну, как бы я сказал, космолет сегодня, что были поражены американцы. В 30-х годах, в 36-м, этот дирижабль пересекал океан. Есть снимки, где этот висит Гинденбург, назывался дирижабль, крупнейший, 130 метров или 200 метров в длину. Я вам скажу, в 1912 году, когда он впервые запускал... Над Нью-Йорком висит. Да. Запускал свои дирижабры, туда приехал наш русский генерал-губернатор Джунковский из Москвы. Кстати, интересное место, где он этими опытами занимался. Это же было... Озеро. Да, Бодунское озеро. Да, Бодунское озеро. То самое, над которым произошла знаменитая... Катастрофа. Катастрофа авиационная. Да, да. Так вот, Джунковский генерал-губернатор Москвы в 1912 году, я могу ошибиться, прилетал в Берлин, ой, приезжал. Приезжал. Посмотреть на это чудо техники. А в 30-е годы, когда началось освоение Арктики, мы пригласили Цепелина, он прилетел к нам. Он, знаете, прилетел... Так он был жив после Первой мировой войны? Нет, нет. Дирижабль. Он назывался Цепелин, дирижабль. Прилетали к нам. Они прилетали с фотоаппаратами и снимали вот Ленинградскую область, всю нашу инфраструктуру. Потом кадры этого дирижабля использовались затем в начале Второй мировой войны. Так что немцы были прагматичны. Очень были прагматичны. А у нас выпускали марки с Цепелиной. Они оказывали помощь нашим ледоколам на Шпицберген. Шли. Кстати, у нас еще была дирижабельная почта. Я вот помню, что самая дорогая советская марка, это была марка дирижабельной почты. Да, да, да. Ноль секунд осталось у нас. Вот вы успели про Цепелина рассказать? Вот у меня в книжке об этом я рассказываю. Сто великих чудес света. Гораз о Джонковском и о том, что как он приехал... У вас книжка о чудесах света есть? Да, сто великих. У меня сейчас серия выходит. Я сейчас делаю иллюстрированную серию. Я не принесла с собой... Вот «Тайна Берлина» у меня вышла книжка. К сожалению, Володя думал, что ты принесешь. Кто захочет, он про нас узнает. Про вас узнает в интернете, наверное. Выдрайте там Михаил Кубеев. И все найдет. Абсолютно. Ну вот. Ну, спасибо вам большое за внимание. Очень сожалею, что мы вот... Время заставляет нас что-то рубить по-живому. Спасибо вам. И вам тоже. И примите мои извинения. И публике нашей спасибо большое за внимание. Тоже примите мои извинения, что мы не можем продолжать эту встречу бесконечно. Всего доброго.